Лабораторная работа 1 Тема работы Подготовка, создание осей, уровней и стен Работу начинаем с того, что сначала открываем Revit Затем выбираем шаблон Шаблон архитектурный Когда откроется архитектурный шаблон, то его необходимо предварительно настроить Что имеется ввиду настроить? Это создать окна Посмотреть, чтобы здесь была открыта табличка свойства Табличка диспетчер проекта И сохранить проект Ну, предварительно сохраняем Файл, сохранить как проект И сохраняем в ту папочку, где он будет храниться в дальнейшем В дальнейшем Ну, у меня это папочка лабораторной работы Это проект, будет называться лабораторная работа Сохраняем Признак того, что проект сохранился там, где необходимо Вот здесь, вверху Он переименовался, называется лабораторная работа Лабораторная работа Затем Открываю вид Выбираю создать 3D вид по умолчанию И дальше нажимаю кнопочку окна рядом Ну, мне удобнее, чтобы 3D вид был с правой стороны Я его ставлю вправо и делаю чуть поменьше А план этажа у меня будет с левой стороны Значит, выбираю На каждом виде Внизу масштаб 1.100 Уровень детализации я поставлю высокий Ну, и здесь поставлю параметр отображения графики Заливка Точно так же на виде 3D поставлю степень детализации высокая и заливка Затем необходимо загрузить задание Задание, оно в виде картинки У меня подгружено лежит папочка Поэтому я выбираю Выбираю, чтобы загрузить это задание Вкладочку вставить Изображение И выбираю Вот они у меня 4 изображения Выбираю изображение Открыть И оно у меня появилось Дальше Следующее Вставить Изображение Следующее Открыть Вставить Вставить Изображение Следующее Открыть Вставить И Последнее Вставить Изображение Открыть И вот последнее изображение Мы должны будем сделать вот такое вот здание Для того, чтобы нам дальше удобно было разбить оси То необходимо предварительно задание масштабировать У нас здесь есть только такие габаритные размеры Мы на основании этих габаритных размеров создадим оси для себя Но предварительно выберем задание Инструмент масштабировать И у меня вот этот отрезочек равен 6,90 метров Значит я выбираю Ну чем я точнее здесь выберу Начало Дальше конец И потом чуть-чуть сдвигаю вправо И пишу 6,900, enter И у меня вот этот сам план увеличился Ну заодно здесь, видите, здесь размеров у меня нет Но это же расстояние 6,900 это было откуда-докуда От краешка вот этого до краешка вот этого Значит масштабирую точно так же Еще план второго этажа Выбираю масштаб Щелкаю по краешку Вот этому Затем вот этому Чуть-чуть вправо И пишу 6,900, enter Ну вот план второго этажа у меня Масштабировался тоже Масштабировался тоже Так, дальше Значит теперь нам необходимо создать оси Для этой цели я план первого этажа помещу здесь Между указателями фасадов Которые нельзя не убирать Ни в коем случае Иначе пропадут изображения фасадов И создадим далее оси Значит Создаем оси так Архитектура Выбираем инструмент Ось И эту ось вот здесь чертим Ну, можно делать так Чтобы было удобнее Значит мы оси проведем по центру стен Раз у вас Следующая Следующая у нас пойдет вот так Вот Дальше Следующая Оси мы можем себе назначить Сколько нужно Какие необходимо Ну, здесь у нас Видите, что здесь есть Вот еще стена, да Значит мы вот здесь у вас поставим И поставим ось здесь И поставим ось здесь Теперь Поставим горизонтальные оси Ну, первая ось у нас будет вот здесь Переименуем сразу Назначим А Ось Следующая ось Очевидно, она будет вот здесь У нас Это будет ось Б Здесь Ось В Это Г И это Д Дискейт два раза Теперь поставим размеры Анотации Размер параллельный И вот здесь его поставим Размер щелкая По осям Поставили И так же поставим Размеры здесь Так Теперь Размеры Несколько поправим Ну, выберем Для этого Вот мы хотим Подвинуть Все того, что Посталось А эту ось Подвинуть Чуть влево Да На 100 мм Значит Я выбираю Вот эту ось Появляется Временный размер И здесь Пишу 6 900 Вот ось Сдвинулась Так, как нам Необходимо Так Ну, я добавлю Еще 100 мм Чтобы у меня Получилась Получилась Ось Вот Чтобы она была По центру Чтобы мы будем Проводить И ставить стены Оси Чтобы были По центру Здесь Видите Ну, все Оно идеально Ну, размер Надо сделать Такой Чтобы он был У меня Кратный 100 Поэтому я поставлю 6800 Так И здесь Теперь выбираю Следующую ось И поставлю Его 6000 Здесь Поставлю 1000 Выбираю Последнюю ось И поставлю 1200 Вот так Дальше Теперь Здесь Посмотрим Здесь Размер 5 520 Ну, я его Видите Ось Надо бы Подвинуть Да? Нет Или куда Я Вот она Здесь Не порог Меньше Сделать Значит Выбираю Ось И поставлю Здесь 5400 Посмотрим Что это Дает нам Сколько Еще Меньше Надо Да? Ставлю 5300 5300 Здесь 2822 Вот я Выбираю Следующую Ось И потом Только Меняю 2800 А дальше Следующую 620 Ну, очевидно Что здесь Мы выбираем Следующую Ось И ставим Здесь 600 Ну, и Последнюю Ось Выбираем Ставим 1100 Все Так Почему-то Здесь 609 Еще раз Поправим 600 Так А эту Теперь Выбираем И поставим 1100 1100 Значит Вот эти Размеры Которые Мы здесь Поставили Могут Отличаться Чуть-чуть От того Задания Которые Мы Сделали Дальше Убираем Сам План Первого Этажа И Теперь Выравняем 8 Будем Равнять По этой Оси Раз Эту Озывы Терем Так Чтобы Появился Здесь Синий Пунтирчик Дальше Здесь Выравняли Пунтир Синий Пунтирчик Нам дает Возможность Потом Оси Перемещать Одновременно Вот И это Есть Дальше Точно так же Сделаем Внизу Поднимем Вверх И выравняем Окончательно Расположение Осей Поправим Мы тогда Когда Будем Делать Аннотацию Выбрали Далее Теперь Посмотрите Здесь Кружочки Зарезают Друг на друга Для того Чтобы этого Избавиться Мы сделаем Так Щелкнем Здесь По буковке Z И Подвинем Ее Право Точно Так же Раздвинем Кружки Здесь Значит Этот Кружочек Мы его Вот Я По буковке Хочу Попасть И Подвинем Немного Вниз Еще Чуть Чуть Так Чтобы не Пересекались Кружки Затем По верхней Щелкну И Вверх Ну Вот Так Вот Так Получается Сетка Оси Теперь Нам Необходимо Создать Уровни Для того Чтобы их Создать Нам Надо Посмотреть Сюда На фасад И подумать Вот Здесь У нас Цокольный Этаж Цокольный Этаж Ну И высота Его Может быть Какая Одна Ступенька 150 Вторая 150 300 Значит Общая Высота Может быть У нас Получаться Сколько Ну 300 Миллиметров 300 Миллиметров И Обратите Внимание Здесь Стена Она Так Меньше Чем Основная Стена Значит Чтобы Создать Создать Уровни Нам Необходимо Открыть Фасад Любой Открываем Фасад Переходим На вкладочку Архитектура Выбираем Уровень И Проводим Здесь Произвольно Один Уровень И Второй Уровень Вот Так Ну Здесь Сразу Выберем Вот эти Оси Поменяем Им Положение Это В принципе Надо будет Сделать На каждом Фасаде Но это Можно будет Сделать Потом Когда мы Будем Оформлять Документацию Надо будет Повернуть Кружочки Вниз Вот Вот Таким Вот Образом Соответственно Выбрать Одну Один Кружочек И Вот Здесь Его Потянуть Вот Так Чтоб Он Был Внизу И Соответственно Вверх Теперь Переименуем Уровни Чтоб Нам Удобно Было С ними Работать Первый Уровень Назовем Его Уровень Земли Переименовать И Зададим Отметку Минус 300 Ну Сразу Давайте Сделаем Что Нажмем Здесь Точно Так же Чтоб Он Опустился Можно Его Опустить Чуть Чуть Ниже Вот Так Чтоб Не мешали Друг Другу Вот Этот Уровень Назовем Его Так План План Первого Этажа Отметка Ноль Остается Дальше Второй Мы назовем Его Выберем План Второго Этажа Поменяем Отметка 3000 Дальше Следующий Уровень Назовем Его Так Уровень Крыши Переименуем И Зададим Отметку 6000 Все Вот Все Больше Нам Фасады Не нужны Теперь Мы Будем Начинать С уровня Земли Строить Сокольный Этаж И Вообще Мы Строим Его Надземную Часть Про Подземную Часть Мы будем Говорить Про Фундаменты Отдельно И Для Этого Будет Отдельная Лаборатория Работа Пока Только Идет Речь О Надземной Части И Обратите Внимание Что Мы Сейчас Говорим О Работе С Инструмент Ребет То Вопросами Архитектуры Мы Не Задаемся Когда Мы Отработаем И Будем Уметь Работать С Инструментами Ребет После Это Будем Задумываться Об Архитектуре Значит Нам Необходимо План Вот Этот План Первого Этажа Для Того Чтобы Мы Могли Построить Здесь Стены Скопировать На Первый Этаж Выбираем Дальше Нажимаем Кнопочку Копировать Буфер И Затем Вставить Из Буфера С Выравниванием По Выбранным Видам Вид Какой План Этажа Уровень Земли Ок Дальше А вот План Второго Этажа Мы Его То же Самое Скопируем Ставим Выравниваем По Видам План Этажа Два Не Не путайте С потолками План Этажа Два Ок Теперь Дальше Заглянем Диспетчер Удалим Здесь То что Нам Не Нужно Планы Несущих Конструкций Нам Не Нужны Мы Удаляем Вообще Планы Потолков Нам Не Нужны Удаляем По Очередно Все Вот так А остаются Планы Этажей Три Виды И Фасады Да Все Больше Нет Необходимости Теперь Открываем Планы Этажей И Открываем Уровень Земли Да Здесь Еще Есть Площадка Да То же Самое Удаляем Вот Вот Открылся У нас Уровень Земли Точно Так же Сделаем Его По Размеру Плана Первого Этажа Настроим Точно Так же Детализация Высокая Заливка И Здесь Мы Сейчас Глядя Ну Вот так Поставим Глядя На План Вот Этажа Мы Сделаем Цокольный Этаж Ну Для того Чтобы Его Сделать Нам Необходимо Сначала Подготовить Типы Стен Значит Типы Стен Готовятся Так Архитектура Стена Стена Архитектурная И Здесь Открылась По умолчанию В свойствах Базовая Стена Типовой 200 Нам Будет Нужна Другая Стена Которая Будет У нас Располагаться От уровня Земли До Плана Первого Этажа Я Назову Цокольная Стена И Она Допустим Будет У нас Состоять Из Какого-то Камня Поэтому Такой Стены Вот Здесь Если Мы Откроем Списочек Какие Существуют Стены Бетонные В нашем Шаблоне Такой Стены Нет Поэтому Мы Что Создадим Значит Выбираем Базовую Нажимаем Изменить Тип Просмотр Стена Она не изменится, нам нужна, чтобы она была постоянно новая стена. Поэтому нажимаем обязательно копировать. Называем ее цокольная стена. Окей. И далее мы ее модернизируем. Структура изменится. Значит, единственное, что мы здесь поставим, толщину выбираем, 300 миллиметров. И дальше здесь, материал, мы поставим камень. Выбираем в библиотеке материалы автодеск камень. И посмотрим, ну какой тут камень подходит нам. Вот камень и есть. Мы его сюда добавляем, это библиотека. Добавляем этот материал вот этой стрелочкой к проекту. Ну вот он, появился здесь, материалы проекта. Нажимаем использовать визуальный образ. Применить. Окей. Окей. И смотрим. Ну что-то тут у нас не поменялось, да? Опять же, видите, не поменялось. Так может быть. Поэтому мы что должны сделать? Еще раз. Камень. Опять его добавляем. Говорит нам, существует. Сохранить оба. Использовать визуальный образ. Применить. Окей. Вот он поменялся. Стал каменный. Окей. Вот у нас стена есть. Дальше. Вторая. Тип стены. У нас будет такая. Опять. Архитектура. Выбираем. У нас тут по умолчанию открылась последняя, которую мы использовали. Открываем. И дальше здесь выбираем. Видите, такой нет. Ну тоже типовой. 300 миллиметров. Опять изменить тип. Обязательно копировать. Я назову так. Основная. Стена. Основная. Окей. Дальше. Изменить. И сделаю эту стену так. Чтобы она была у нас такая. Была основная частью кирпичная. 380 миллиметров. И по 10 миллиметров снаружи, снутри штукатурка. Поэтому я выбираю здесь размер. 380. Так, теперь нажимаю вставить. Раз, ставить два. И вот этот слой нулевой, да, перемещаю его вниз. Вниз, ниже 380. Ставлю здесь 10. И ставлю здесь 10. Два слоя по 10 миллиметров. Вот. Обратите внимание, вот эти слои появились. И теперь осталось поменять материалы. Первый слой тоненький. Выбираю штукатурка. Добавляю. Использовать. Визуальный образ. Применить. Так, видите, стал камень, да, и штукатурка. Так, еще раз. Штукатурка. Сохранить. Использовать визуальный образ. Применить. Окей. Вот она штукатурка. Снизу. Такую уже назначаю. Опять же штукатурка. Сохранить. Использовать визуальный образ. Применить. Окей. И посрединке, вот этот слой, я выбираю. Его в каменьке здесь складка. И кирпич обычный. Кирпич обычный. Раз. И сохранить. Окей. Применить. Окей. Вот он, кирпич. Окей. Все. Стена у нас готова. Окей. И дальше, посмотрите. Если мы вернемся на план первого этажа, то и посмотрим на нашего изображения, то видите, у нас вот здесь один тип стены. Это тип стены второй. А вот здесь есть отделка, которая выступает, да. И она представляет собой, ну, по всей видимости, штукатурка, да, еще разрезанная, да. Ну, мы создадим такой тип стены. Еще один. Чтобы у нас он был наготове. Значит, архитектура, стена архитектурная. Опять выбираем, там, например, типовой. Мы можем изменить тип и назовем его так. Отделка. Копировать. Отделка. Есть. И теперь можем мы ее изменять. Поставим толщину 20. 20. И материал. Поставим. Значит, вот здесь есть у нас варианты. Мы можем подобрать текстуру, вот такую, видите, у нас тут стоит такая текстура. Мы можем выбрать другую картинку, да, то есть загрузить картинку, которая была бы уже разрезанная, такая, как вот нам необходима. Это вариант первый. Вариант второй. Можно сделать так. Что мы и сделаем. Значит, мы здесь, вот здесь выберем материал, такой же штукатурка. Вот. Штукатурка. И вот он будет выглядеть таким вот образом. Ну и этому материалу попробуем поменять цвет. Чтобы он был там немножко более похож на то, что нам необходимо. В принципе, можно. Если мы знаем, вот, например, из каких цветов он состоит, вот эти цвета, назначить здесь. Назначить здесь. Ну, у нас должен быть такой какой-то вот желтоватый, да? Счетный. Вот, смотрите, это ярко сильно желтый. Ярко желтый. Ну, вот такой, только более светлый должен быть, да? Ну, давайте попробуем. Так, поменяем. Вот такой. Можно так попробовать его поменять. Вот так попробовать. Таким. Ну, вот. Что-то, что-то вот такое, да? В любой момент мы это можем что-то сделать? Всегда. Поменять. Вот надо тут запомнить. 200 угол, вот так. Мы поставили вот тут свет. 245, 242, 171. 245, 242, 171. И здесь такой же, да? Применять. Окей. 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 И мы такой слой создали. Теперь остается нам что? Построить вот эти капитальные стены, которые будут у нас на первом этаже. Это будут стены такие. Вот здесь вот эта наружная стена полностью. Ну, и что у нас здесь есть? Вот тут мы, наверное, создадим тоже стену раз. И стену создадим вот так и вот так, да? Чтоб у нас была. И здесь. Значит, строится стена. Так, выбираем. Ну, вот здесь архитектура, стена. И эта стена архитектурная. Мы открываем и ищем, ищем у нас здесь та стена, что мы создавали. Стокольная стена. Стокольная стена. Дальше. Мы должны назначить высота. Это означает, что стена будет строиться от этого уровня вверх. Неприсоединенная означает, что она построится 8 метров. Она надо не 8 метров, а чтобы она была до уровня плана первого этажа. Привязку мы оставим, линия осевая. Галочка С позначает, что мы будем щелкать так. Здесь, 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 полностью по кругу. Если мы галочку уберем, то надо будет щелкать так. Начало, конец стены, начало, конец. Снимают галочку в том случае, когда у нас привязка разная стен. Но у нас она одинаковая. Ну, если мы здесь поставим, допустим, смещение, там, тысячу, мы будем щелкать по осям, а стена будет строиться на тысячу миллиметров дальше. Если мы поставим галочку радиус, то в углах будет у нас закругление вот такого радиуса, который мы с вами здесь укажем. Нам это нет необходимости. Ну, а теперь мы что делаем? Делаем. Так, теперь посмотрим, как у нас было. Давайте подумаем. Вот здесь у нас непонятно, какое смещение, да? Как тут должно стоять. Можно подвигать стрелками на клавиатуре. Так, у нас, у нас, у нас. Вот ось идет, а тут эта часть выступает. Ну, выступает, видите, тут будет на 500 миллиметров, да? Где-то так будет. Ну, так мы и сделаем. Ну, значит, архитектура, стена, еще раз цокольная, привязку проверяем и дальше щелкаем. Значит, это будет у нас здесь. Так, и далее на 500 миллиметров вперед. Далее, до вот этого угла, вверх. Далее, вверх будет у нас... И, вот видите, сложно догадаться, да? Давайте мы его тогда что? Поставим его сюда. И будем прямо на него смотреть. И далее будем двигать. Двигать, и нужно по, вот так, по, по, по непосредственно пересечению осей. Опять, можно сделать так. Смотрите, выбираю стену и командой создать аналог. И, вот видите, создаю аналогичную стену. И ее параметры такие, как были раньше. Значит, щелкаем здесь. На пересечении я смотрю оси. Здесь. Здесь. Там, где оси пересекаются. Так. Так. И внизу. Все. Ну, и теперь давайте подумаем, где мы поместим стену еще вот здесь. Ну, очевидно, наверное, надо будет ее поставить здесь. На что будет опираться наше перекрытие. Раз. И, видимо, поставим ее здесь. Вот так. И сюда вернемся. Остальное все перегородки будут стоять на перекрытии. Ну, наверное, еще и здесь проведем. Вот так. Значит, можно самостоятельно принять решение по своему варианту. Самостоятельно принять это решение. Где, какие стены поставить. Все. Нажимаю оси два раза. План этот уберу. Он мне тут больше не нужен. И вот, что у меня получилось. Теперь план этажа, уровень земли, закрываю. Открываю план первого этажа. И теперь обратите внимание. Я должен построить стены от первого этажа вверх до уровня крыши. И я сетку осей вижу. Но то, что я построил вот здесь, я не вижу. Почему? Если у меня есть вопросы какие-то к плану этажа, почему-то там это дело не отображается. Я должен сделать, ну что? Щелкнуть на свободном месте. Чтобы открыли свойства вот здесь, плана этажа. И дальше посмотреть, почему я здесь этого не вижу. Если мы полистаем вниз, то обнаружим подложка. И здесь написано, диапазон ниже. Нет. Открываю. Диапазон ниже, что? Уровень земли. Применить. И вот теперь, видите, вот он уровень земли. У меня там то, что изображено, появилось. Ну, здесь я не могу там поменять вот то, что построил на первом этаже. Но мне этого не нужно. Мне это нужно для чего? Для того, чтобы ориентироваться. Опять же, поставлю сюда план первого этажа, чтобы на него смотреть. И теперь мне надо построить стены, ну, ровненько такие вот, только высотой до крыши. И тип стены другой. Тип стены другой. Выбираю архитектура стена, архитектурная. Архитектурная. И выбираю не цокольная, а я создавал стену, которая у меня называлась основная стена. Выбрал основная стена. Смотрю, чтобы она строилась вверх до уровня крыши. Привязка такая же. И теперь точно так же щелкаю, только по наружной стене, без внутренней части. Щелкаю здесь, по пересечению. Вот так. До сих пор. По пересечению от сей. А дальше она, если необходимо, сама выравнивается так, как нужно. Так. Вот так. Все, построим. Построим. Ну, вот здесь. Там, где... Вот у меня это внутри идет стена, да? То здесь, вот где должна быть основная, тоже придется такую стену построить. Опять же, выбираю стену, создать аналог, и создаю его здесь. И создаю его здесь. Так. И так. Все. Escape два раза. Все. Задача, которую мы себе ставили, теперь готова. У нас есть уже здание. Оно соответствует вот этому нашему виду, да? Соответствует виду. И далее уже мы можем что сделать? Перекрытие, перегородки и так далее. Ну, обратите внимание, что вот эта часть, где у нас находится гараж, она должна быть ниже, да? До первого этажа. Ну, давайте это мы сразу с вами и поправим, да? Поправим. Вот это гараж, вот он у нас. И вот эта, видимо, стенка тоже должна быть ниже. Ну, смотрим. Да, ниже, да? Видите, вот она здесь стоит. Как это сделать? Ну, выбираем, во-первых, стенки. Нажимаю Ctrl. Вот так и вот так. И ставлю в свойствах базовая зависимость план первого этажа, зависимость сверху до уровня план 2. Вот они и стали. Потом вот эту выбираю. Но она, видите, выбирается у меня вся. Чтобы опустить кусочек, то я ее должен разделить. Выбираю разделить элемент. И вот здесь я и разделяю. Вот. Теперь, смотрите, я выбрал. Она выбирается отдельно. Эта часть отдельно. И ставлю, что до уровня, план второго этажа. Вот теперь окончательно готово то, что нам необходимо. Нам необходимо. Хотя посмотрим, вот этот кусочек, что тут это обозначает. Это у нас не... А здесь нет. Все нормально. Видите, идет так. А вот он, да. Это кусочек, который выступает. Но он идет нормально. Он тоже тут. Который выступает. Вот эта часть, вот эта, она должна быть до уровня второго этажа. На втором этаже этого нету вообще, да, кусочка. Так. Значит, что мы сделаем? Ну, точно так же, да. Выберем вот это. 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 Это и это. И это все поместим до уровня план 2. Вот. Вот так должно быть. Ну, вы скажете, а тут что получается? Что делать на втором этаже? Ну, на втором этаже нам надо будет здесь достроить стенку. Ну, давайте сразу ее и достроим. Откроем план 2. План 2 настроим. И вот так. Как мы настраивали предыдущие. Высокий. Заливка. И вот смотрите. Здесь нам надо поставить вот сюда так стенку. Ну, и ставим ее. Выбираем архитектура. Стена архитектурная. По умолчанию тоже. И вот смотрите. Высота. То есть она будет строиться от плана 2 и выше. До уровня крыши. Вот мы ее и строим. Вот здесь. Так. Здесь. И здесь. И вот смотрите. То, что необходимо, то нам получилось. Вот на этом заканчивается конструкция. Конструкция стен, которую мы должны были сегодня построить. И вот здесь.